В юго листья на крыльцах гнила, Чёрный ворон прилетел под окном, И выкакивает мне номера Телефонов, что умолкли давно, Будто шиплись над огнём полюса, Будто шиплись за окном топоры, Оживают в темноте голоса Телефонов до военной поры. И внезапно, обретая черты, Шепеляет взорвной шепоток. Пять, тринадцать, сорок три, это три, Ровно восемь, приходи на каток. Ветер с тамию стучит, набегу, Пляшет калочки следы на снегу, Ровно восемь я прийти, Не могу. Тринадцать, девять я прийти, Не могу. Ты напрасно в телефон не дыши, На заброшенном копке не души, И давно уже свои бегаши Я строёвщику продал за гроши. И совсем я говорю не с тобой, А с надменной телефонной судьбой. Я приказываю, дайте отбой, Умоляю, поскорее отбой. Но печаль из ночной темноты, Как сомненье и упрёк, и итог. Пять тринадцать сорок три, Это ты, ровно восемь, Приходи на каток. Пять тринадцать сорок три, Армель Порисович. Пять тринадцать сорок три, Пять тринадцать сорок три, НЕМЕСИЮ, ЕСКИЕ СИНЦИ, МОЙ ЗВАМИРА, ДА ЧАНЕЦИ, АХ, ЕДЕЛЬСЕ, ВОЙ, ЛИЦЬ, СМИЁ, ДУ МАНЕСКА ЛИЦЬ, ТО ХРУ, НО, В РУНКИХ ГАРДА, ЕСКИЕ СИНЦИ, МЕЛЧЕНТУ В МИР, ИХ СИГАТЬЯ ИХ. МЕЛЧЕНТУ В МЕЛЧЕНТУ. 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 Еще у него есть великое стихотворение. Под утро, когда устанут влюбленность и шум и зависть, и гости обохмелятся и выпьют воды со льдом, скажет хозяйка, ходите, послушаем старую запись. И мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом, и кубики льда в стакане звякнут легко и ломко, и странный узор на скатерти начнет рисовать рука, и будет бринчать гитара, и будет крутиться пленка, и в дальний путь к обокам. И гость какой-нибудь скажет от шуточек этих зябко, и автор напрасно думает, что сам ему черт не брат. Ну что вы, Иван Петрович, ответит гостю хозяйка, бояться автору нечего. Он умер лет сто назад.